Пожелания граждан качества и сроки – это главные принципы приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Первые планы были многообещающими. Работы должны быть завершены в начале и середине месяца. График скорректировала дождливая погода и недобросовестные подрядчики. И вот на дворе 18 сентября. Жители одних домов говорят спасибо. До этого двора нельзя было пройти. Одни ямы, у хабы стояли машины. Теперь у нас на тротуаре машина хоть не будет стоять. Будет ходить жители по тротуару. Мы очень довольны. Другие сетуют. Лучше б не начинали вовсе. А тут пошла убирать мусор. Все, поломала ногу. Не ногу, а пальцы. И не одна. Я и квартиросъемщица жаловалась. Так что надо что-то делать, конечно. К третьим дорожники вообще не заходили. На заседание правительства губернатор Вадим Потомский потребовал отчет о проделанной работе. Мацинской и Либны отрапортовали коротко и в позитивном ключе. У нас все хорошо. В докладе Александра Муромского положительных моментов было меньше. Из 77 дворовых территорий 27 закончено. Остальные в стадии приемки. 7 дворовых территорий. Контракты расторгнуты. Сменен подрядчик. Губернатор Орловщины Вадим Потомский потребовал усилить работу. Это даже не обсуждается. Программа должна быть выполнена на 100%. Основная доля денег поступает к нам с федерального бюджета. И люди ждут, когда их дворы придут в порядок. Просто мы столкнулись с тем, что из позитива потихонечку стали уходить в негативную ситуацию из-за этих подрядчиков. Поэтому городу Орлу, я еще раз хочу сказать, проводите внимательнее конкурсы и аукционы на подбор подрядчиков. Я понимаю, что 44-й федеральный закон не предусматривает, к сожалению, проверку материально-технической базы и опыта работы того или иного подрядчика. Но послушайте, при желании понять, кто это такие, что за ними есть, какой опыт работы, какой техникой они обладают, какой у них профессиональный состав работников, кто способен эту работу выполнить, это можно узнать на берегу. В связи с тем, что эта программа предусматривает пятилетний срок, у меня сразу есть просьба к администрации города Орла. Проведите мероприятия, сходы граждан для того, чтобы эта программа на 2018 год могла идти без таких срывов, нервов и так далее. То есть, я считаю, что в марте, в апреле нужно провести уже конкурсные процедуры, а с мая, Вадим Владимирович, выйти на дороги, май, июнь, июль сделать, в августе принять данные территории, и тогда бы никаких проблем не было. Так что убедительная просьба, в этом году уже начинайте процедуры и формируйте программу на 2018 год. Дороги, жилье и коммуналка. Этот перечень вопросов традиционно поднимают жители, когда обращаются к представителям всех уровней власти. Список так называемых брошенных управляющими компаниями домов, хоть и стал короче, но проблема ведь не решена полностью. В этом году у нас от 300 многоквартирных домов отказалась управляющая компания на территории только города Орла. И сейчас у администрации города этот вопрос снимается планомерно, то есть тут они активную позицию заняли. Сколько домов осталось? Из 300, которые Александр Александрович сказал, 200 мы уже... Я понимаю, эти 100 домов у нас с вами на носу отопительный сезон, на днях он начнется. Я к чему это говорю? У вас есть своя управляющая компания, муниципальная. Вы должны уже сегодня закреплять, вы долго занимаетесь. Если будете такими темпами заниматься, поверьте мне, когда пойдет снег, у вас еще не будет определенного, то эти дома обслуживают. Поэтому вы быстрее принимаете решение. Понятно, что в судебном порядке мы можем вернуть эти дома, от которых отказались управляющие компании. Я об этом рассказывал. Такая судебная практика существует. Она есть в Российской Федерации. Но надо иметь при этом юридическую группу очень сильную, которая знает, как этот вопрос решается. Это первый момент. Это вопрос ни одного дня. Но самое главное, чтобы к отопительному сезону, еще раз себе запишите, все эти дома, у которых сегодня нет, компании, которые ими управляют и их содержат, значит, этими домами занимается муниципальная управляющая компания. Насколько бы они не были убыточные и так далее, мы их бросить не можем. Также на заседании правительства речь шла о реализации программы переселения из аварийного жилья. Орловщина выполнила ее на 100%. Подробности в следующих выпусках. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, Телеканал Первый областный.